Боже, ребята, функция играть за пэт. Это уже доступно, посмотрите, я играю за своего Фроста. Я просто в шоке. А вот и другой пэт. Это мега новость, ребятушки, это мега новость. После коротенькой рекламы я вам расскажу, как вы можете также играть за своего питомчика. Как это круто. Не переключаемся. Ребята, шок. Старпэтс дарит моим подписчикам пэтов. Не веришь? Смотри, находишь колесо фортуны, затем вводишь там промокод Акула и вуаля, ты получил пэта. Хочешь еще? Я так и знала. Держи еще один промокод. Видишь, у него есть срок действия. Когда он закончится, я дам тебе новый. Поэтому следи за выпусками, я буду обновлять промокоды для тебя. А по поводу сайта, не бойся. Старпэтс лучший среди всех маркетплейсов. Тут можно покупать, продавать и даже трейдить пэтов из Адопт.ми. Все сделки проводят боты, поэтому тебя не обманят. Тут все продумано. Множество способов оплаты и вывода. Кстати, про вывод. Деньги, что ты заработал или положил на свой счет, можно вывести робаксами. Ссылка в описании. Многие из вас, ребята, видели у других блогеров о том, что скоро в Адопт.ми должна появиться кнопочка, где мы бы смогли играть за питомчика. Эту кнопочку очень все ждут и надеются, что она появится. И я, помните, снимала ролик, где говорила о том, что если такая кнопка добавится, то, ребята, вообще поменяется весь смысл игры и Адопт.ми просто потеряет свою изюминку. Так как же я тогда управляла пэтами? На самом деле, это возможно сделать в Адопт.ми даже без обновления. Это может сделать каждый. Но эта услуга будет стоить не так-то уже дешево, но ее реально сделать, ребята. Реально. И я тебе расскажу, как это сделать. Снимем все ненужное со своего аватарчика. Заходим во вкладочку «Внешность». Потом заходим, в общем, в каталог и ищем вот такого вот челандрончика. До том, до том, то есть потом мы снимаем все ненужное, что у нас осталось. У меня это были очки и вот еще ожерелье, волосы и, в общем, всякая такая вот фигня. И потом мы идем в раздел «Головы» и снимаем голову. Ой, что-то вышло не так. Так, в общем, нужно еще найти. У меня почему-то не все головы отображаются так, как нужно. Ну, где-то я такую голову находила. Вот. Это, кстати, еще потому, что если бы вдруг не знали, как это сделать, то вот там вот просто убираешь голову, получается, что ты без головы. И у нас, получается, вот такой вот маленький скиллатрончик, который по своей структуре уже почти незаметный, но нам нужно сделать его практически незаметным. И для этого нам понадобится «Томпстоун». Та-дам-тарам-тарам. Я нажимаю и, ребятушки, я исчезаю. Ну, конечно, если сильно присмотреться, я видна, но, 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 когда я беру своего питомчика, возьмем любого, посмотреть, что происходит, я становлюсь невидимой. И так можно, конечно, прикалываться над своими друзьями и говорить о том, что у вас есть функция управления питомчиком. Выглядит это все очень круто, но есть огромный минус. Это то, что это та самая плита очень-очень-очень дорогая. Но если вы супер-олдовский игрок в Adobe Mi, то, возможно, она у вас где-то валяется в инвентаре, а вы даже не знали об этом. Ну, а если вы супер-мега прокачаны и любите устраивать приколы над своими друзьями и очень уж хотели испробовать функцию и играть за пэта, то тогда в трейдиках придется вам искать эту плиту. Но, смотрите, на неоновых вообще нас не видно. Это очень круто. И зрелище, ну, реально ваушное, ребятушки. Очень-очень-очень ваушное. Но, согласитесь, это было круто. Я прям получила много удовольствия от того, что было невидимой и управляла своими собственными питомцами. А всего лишь благодаря вот этой вот штучке. Ну, и все-таки в конце я скажу, что вряд ли, мне кажется, добавят такую функцию в Adobe Mi. Мы, конечно же, будем следить за этими обновлениями. Ну, а ты подписывайся на канал, ставь лайки и обязательно приходи. У меня много чего интересного. Всем пока-пока!